Значит так, господа, когда покупаете пельмени в России, да, вот, как их варить? Во-первых, если без выборок, выбором потом. Туда побольше, да, вот, укропа купите, туда нафигачите, да, в эту хрень. Солью и чуть-чуть укропа, да, укропа, да, купите, там, нафигачите, укроп всегда доступен, всегда в продаже есть, да, нафигачите туда для вкуса, потому что иначе тесто будет без вкуса обязательно, или укроп, или для непрошаренных чёрный и красный перец. Но лучше просто укропа, чтобы есть хорошие пельмени, лучше не чёрный и красный перец, как в Нищебродске, а укропа засуньте туда. Да, и когда убирать будете пельмени, смотрите, не смотрите на цену, на всякое прочее. Если вы в России находитесь, да, то не смотрите на цену, потому что это всё херня. Могут за 500 рублей говно продать, а могут за 70 или 60 рублей хорошее сделать. Смотрите, переворачиваете пачку в магазине пельменей, и смотрите не на дату ебаную, блять, а вот. Вы смотрите вот тут на категорию. Категория это содержание мяса, обязательно категория должна быть Б, обязательно. Категория А в России не делают, к сожалению. Есть категория Б, В и Г. Вот, то есть, да, по содержанию мяса. От Б ниже, ниже, там, В. То есть, вот эти пельмени, полкило, где-то, да, 450 грамм. Они категории В, то есть, Б, Б, категории В. То есть, высшие по современным меркам категории В, потому что пельмени категории А не делают, где чистое мясо. Таких вообще нету. В России таких не производится. Какие-нибудь щелковские пельмени, да, вот эти, из элитного мяса, элитного говядина, они категории В, и стоят не как вот эти, около сотни, ну, рублей 60, от 60 до сотни, вот эти, стоят категории В. А они категории В, и стоят 500, то есть, мясо в них вообще, как в самых дешевых, как в Останкинских, которые вообще 50 рублей стоят. А они стоят 500, это такой лохотрон. Вот, вот эти вот лучшие, наверное. Медвежьи ушки, одни из лучших. Есть какие-то татарские, да, халяльные. И медвежьи ушки, вот. Две более-менее таких. А ещё, да, когда вы пельмени кинете в эту, да, в воду, я вам объясню, как их настоящее отличать, вы поймёте тогда, когда они сварятся, да, будут вариться даже, не просто сварятся, будут вариться, на поверхности воды должен плавать жир, такие вот каплики такие небольшие будут плавать на поверхности воды, жир. Вот тогда там мясо. А в большинстве пельменей, которые вы варите, да, и которые я варил раньше, Останкинские, Хуянкинские, там нихера такого нет, и, соответственно, там нет мяса просто. Навар на поверхности воды жира обязательно должен быть, обязательно, да, это признак качества, что не из сои сделаны. А в большинстве российских пельменей, в том числе у Останкинских этих, в дешёвых, которые все любят, что крутые раньше считали, в 90-е они считались крутыми, самыми крутыми, там вообще одна соя, и, вот, и никакого навара не даётся, вот. А, да, забыл важный момент. Когда варите пельмени, пусть они вот не на полном, а чуть-чуть пусть покипят. Вы их вот так покрутите, да, вот. Когда они кипят, вы их вот так вот потолкайте чуть-чуть, ложкой, там, вилкой. Не знаю, членом покрутите, да, кому не страшно. Вот. Суть их в том, чтобы они все в горячей 100-градусной воде вот так вот обвалялись. Тогда они будут белыми. А то некоторые просто сварят пельмени, а они серого цвета. Вот, чтобы их сделать белыми, их надо чуть-чуть подкипятить. Всего парочка минут, вот, варите, да, стандартное время, но парочку минут покипятите вначале. И тогда они будут белыми. Вот, они не будут серыми, а будут белыми, какими им надо, да, вот, хватит. Вот. Ну, еще что, на тему выбора там, где нет категории, я не знаю, в чем делать. Если нет категории, вы должны тогда опытным путем подбирать, какие пельмени лучше, да. Но категорию Г, да, это то есть самые, вообще, самые дешевые. Не думаю, что стоит брать. Есть такие пельмени, которые, как это, да, останкинские, такой, останкинские какие-то. Тут дураковские, дураковские, их дураковские называют. Они, конечно, на сетке положены, да, такой. Они просто сделаны по-другому технологии. То есть, да, пельмень, и в нем так и сетчатый вот этот вот рельеф, да, есть. Вот, это самые, в Российской Федерации, это самые плохие пельмени. Не знаю, почему-то они, если вот сетчатый рельеф вот этот есть на пельмени, вот тут такого нет, они просто круглые. Если есть сетчатый рельеф на пельмени, вот их прижимали каким-то вот, как это ситом прижимали, то это ничего настоящего не будет. Там будет одна соя, одна соя, да хуя лука вам насуют, и все, вот. Вот, вот что с вами будет. Тураковские, вот попробуйте, дураковские, тураковские, как-то так они называются, да, останкинские. И из этой классификации вот это многие любят, конечно, останкинские, хуянкинские говно. Пусть говно жрут. А мы-то не должны говно жрать, правильно, господа? Не надо жать говно. Я понимаю, да, надо говно жрать сначала будем, да, вместо пельмени. А потом мы будем лечиться методом Малахова. У нас что-нибудь-то это пельмени заборит от своего, да? А потом мы будем методом Малахова лечиться. Вот. Не, мне это не устраивает. Не хочу методом Малахова лечиться и говно жрать тоже не хочу. Хочу пельмени из мяса. Так, навар. Вот, не знаю, как показать. Но вон там, вот есть, вот в этом месте, где не кипит, когда не кипит, видно, что вот эти вот жирные вот эти вот пятна, вот эти вот, мелкие-мелкие такие, жирные и масляные пятна, они есть. Вот, признак настоящих пельменей. Вот. Every good, в общем. Всё, тушу свет, вот теперь точно. Субтитры создавал DimaTorzok